В разгар рабочего дня у Дома культуры в поселке Сафоза имени Ленина, Людно, неподалеку припаркованы полицейские машины. Жители волнуются, и это понятно. На кону стоят дети, которые занимаются здесь в кружках и секциях. Они уверены, будущее у поселкового центра культуры реально только при его нынешнем собственнике Павле Грудинине. Что значит передали? Пускай построят или купят. Давайте так говорить. Почему администрация до сих пор ничего не построила за 15 лет в нашем совхозе? А построил только Павел Николаевич. Но в том-то и дело, что ДК строился еще в 70-е годы работниками совхоза за государственные деньги. И задача администрации округа – сохранить объект как центр культуры для местных жителей. Сегодня, когда собственник отключил электроэнергию в Доме культуры, работа кружков и секции оказалась под угрозой срыва. В результате в здание не смогли попасть ни сотрудники учреждения, ни начальник картинского отдела Андрей Извеков. Пришлось принимать меры. Муниципальное бюджетное учреждение, центр культуры, заключило договор со своим ЧОПом. По какой причине? Здесь находится муниципальное имущество, которое в собственности казны Ленинского городского округа, порядка на 6 миллионов рублей. Конечно, у меня, как представителя Ленинского городского округа, возникает обеспокоенность. Сотрудники ЗАО сюда имеют доступ круглосуточно. Сотрудников муниципальных учреждений на основании договора уже перестали пускать. Не пропадет ли здесь что-то. Сотрудники Дома культуры составили в правоохранительные органы два заявления. Первое – о недопуске к своим рабочим местам. И второе – на незаконный сбор и передачу персональных данных. Приехавшая полиция должна проверить все документы и принять необходимые меры под данным заявлением. Уровень волнений жителей несколько снизил Андрей Звеков, который постарался ответить на все вопросы. Информация о том, что ставки сокращаются сейчас, за счет того, что раньше бюджет совхоза был в том числе поддержан за восхозом не Ленина. А сейчас в ДК будут сокращены ставки педагогов и будет уменьшена зарплату. В ДК не сокращены ставки педагогов. Первое – в ДК сокращаются три ставки уборщицы, они совмещаются. Уборщицы с гардеробщицами в бюджет следующего года заложено в бюджет аренда этого здания и оплата всем сотрудникам заработной платы. Возобновит ли работу Дом культуры в ближайшее время зависит только от нынешнего собственника. И именно на его совести то, смогут ли дети и взрослые посещать любимые кружки и студии рядом с домом. Субтитры создавал DimaTorzok